Сегодня на повестке дня абсурдность ситуации вокруг корейского полуострова. ООН утверждает, что КНДР не хочет войны и будут делать все, чтобы ее предотвратить. США резко поменяли свое мнение и согласны сесть за стол переговоров без каких-либо условий. Но вот сама Северная Корея, наоборот, будет разрабатывать еще больше ядерного оружия. Давайте же обо всем по порядку. ВОН заявляют о том, что КНДР все-таки согласна не идти на крайние меры и не начнет войну. Об этом рассказал заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман после того, как посетил Пхеньян, где, видимо, и побеседовал с северокорейскими властями. Более того, по словам Фелтмана, КНДР считают одним из приоритетных вопросов предотвратить какие-либо стычки на корейском полуострове. Цитирую. Северокорейские собеседники согласились, что важно предотвратить войну. Как мы это сделаем, была темой дискуссии, которая длилась более 15 часов. 15 часов они дискутировали. Но вот почему-то от КНДР не было получено вообще никаких обещаний относительно участия в переговорах США. А ведь именно это является важным шагом на этапе предотвращения войны. Более того, сегодня ночью стало известно о том, что США отказываются от своих ранних заявлений по поводу начала переговоров только после того, как Северная Корея одумается и откажется от ядерного оружия. Теперь же Штаты открыты к диалогу без каких-либо предварительных условий. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорит, что мы готовы провести первую встречу без предварительных условий. Давайте просто встретимся и поговорим о погоде, если вы хотите, и поговорим о том, будет ли это квадратный стол или круглый стол, если вы так волнуетесь. Заявил это Тиллерсон на политическом форуме Атлантического совета в Вашингтоне. До КНДР такая резкая смена мнения, скорее всего, дошла. Но вместо того, чтобы встретиться за квадратным или круглым столом, о котором говорил Тиллерсон, Ким Чен Ын дал зеленый свет на увеличение разработок ядерного оружия. Глава Северной Кореи обратился к военным и ученым с призывом разрабатывать еще больше ядерного оружия. Более того, он даже лично наградил всех тех, кто участвовал в разработке баллистической ракеты Хван Сун-15. Центральное информационное агентство КНДР сообщило, что ученые и рабочие продолжат производство новейшего оружия и оборудования для укрепления ядерной силы в качестве и в количестве. Однако, достаточно много экспертов считают, что у Пхеньяна множество технических недостатков. Так что, прежде чем разрабатывать то оружие, которое они запланировали, их нужно устранить. Но это будет совсем непросто. А что вы думаете по поводу северокорейского вопроса? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Ведь свежий выпуск будет ждать вас уже завтра.